Здравствуйте, зрители канала Процветок! Сегодня мы с вами поговорим о том, какие работы на клубнике можно делать весной. И что же можно сделать для влагоудержания. Вы видите вот эту новосадку с земляники садовой. Клубника в народе ее называют. И вот видите, в междуряде оно было замульчировано еще раньше, пока влага держалась в земле. Почему? Мульчировать нужно тогда, когда появляются цветоносы. Вот видите, сейчас начали образовываться цветоносы. И вот именно это показатель к мульчированию непосредственно на грядке самой земляники. Почему? Потому что если замульчировать здесь сразу с весны начиная, для влагоудержания это, конечно, очень хорошо, но сам сорт будет под соломой или под любым мульчирующим материалом, кроме спонбунда черного, значит, почва будет медленнее прогреваться, медленнее будет оттаивать. И, соответственно, зацветет такая земляника позже. С одной стороны, это способ управления плодоношением. То есть, если у вас, допустим, это поздний сорт, и вы хотите растянуть на более длительный период плодоношения, это вариант. То есть, можно тогда мульчировать еще начиная с самой весны. И тогда, допустим, у меня поздний сорт, здесь флоренс. И флоренс обычно плодоносит к концу июня, в начале июля, и таким образом можно оттянуть ее плодоношение еще на неделю, на две. И шлейф созревания ягод можно растянуть. И вот когда появляется у нас цветонос, вот тогда мы можем уже непосредственно приступать к мульчированию. Что мы добиваемся? Помимо того, что мы удерживаем влагу, мы еще, значит, обеспечиваем чистоту ягоды. И ягодка будет созревать больше, что нужно не забывать при мульчировании любым органическим материалом. Я за органическое мульчирование. Почему? Потому что это все-таки, ну, естественные процессы, которые, в принципе, могут происходить в природе. Если мы мульчируем спонбондом, как, если нет другого варианта, то лучше мульчировать спонбондом, чем ничем. Но под белым спонбондом получается, что не так сильно прогревается земля, а под черным она может перегреваться. И под черным спонбондом, если влажность большая, начинают развиваться диатомовые водоросли. Ну, что, в общем-то, не есть хорошо, да, потому что, ну, скажем, происходят такие не совсем положительные моменты, да. Поэтому я как бы не за мульчирование спонбондом, пленка тем более. То есть если брать, вот из двух зол выбирают меньше, то спонбонд черный, конечно, меньшее зло. Но я за органическое земледелие в большей мере. И я за органический материал. Как мы мульчируем? То есть у нас задача внести это слоем таким равномерным, ну, сантиметра три. Вот мы равномерно застилаем. Чем хороша льна костра? Ее не надо резать, она потом хорошо заделывается в почву. И, ну, почва становится более плодородной. Все солома, лучше резаная солома, потому что, ну, это технологичней. Ну, и с соломой, хорошо ржаной соломой, потому что в ржаной соломе не заводятся мыши. Мыши это дело льно костру не очень любит. А вот пшеничную солому очень любит. Для его лучшего разложения нужно потом будет поверху вот обрызгать 1% раствором мочевины. Если брызгать аккуратно, допустим, если у вас солома только в междуряде, то в междуряде там процент мочевины может быть и 3, и 5%. Но там, где вот непосредственно в рядах, да, где может попасть на растение все-таки, ну, лучше в такой период лучше 1% раствором мочевины обрабатывать. Ну, и вы и вегетацию усилить, ну, и в некотором смысле устойчивость к заморозкам весенним, если таковые еще случатся. Ну, в общем, в начале лета азотом работать можно и нужно, потому что и плодоношение у нас накануне, и потом вегетативный рост ожидаемый. То есть тот, кто хочет получить посадочный материал, для усов это тоже будет очень хорошо. Ну, вот, собственно говоря, про мульчирование у меня все. То есть запросто можно делать это и льно кострой, и резаные соломы. Можно и длинноволокнистые, но длинноволокнистые потом тяжело, допустим, заделывать почву. Ее тогда нужно будет изгребать, отодвигать в сторону. Это все как бы ненужное телодвижение. Ну, вот с этим у меня все. До свидания, до следующих встреч. И смотрите ролики на канале Процветок. Редактор субтитров А.Семкин